Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я». В наше время без смеха прожить нельзя, поэтому настраиваемся на веселый лад. Ну а мы начинаем! Читаю объявление. Ищу девушку, которая умеет сосать, но не глотать. Будем вместе пиздить бензин. Скажите, Фима, а почему евреи всегда отвечают на вопрос вопросом? Ой, кто вам такое сказал? С куда вы его взяли? Вы знаете, давно задаюсь вопросом. Вот почему скотину считают по головам, а парламент по членам? Райка, привет! Ну как у тебя с Колей? Рассказывай. Да что там рассказывать, представляешь? Он мне сказал, что мой поезд, видите ли, ушел. Наивный. Я и билет-то на него не брала. Галярчик, а ты скажи, ты серьезно полагаешь, что в психбольнице находятся психи, а? Наивный. Психи, они кругом. В психбольнице только те, которые спалились. Ты слышал? Сема отучил свою жену покупать все подряд. Да ты что, а как? Да очень просто. Он начал каждую ее покупку обмывать, и все. Ищу девушку красивую, умную, без вредных привычек, с квартирой и хорошей зарплатой. А себе, любимчик мамы, Виталик. В тату-салон приходит Роза Марковна и говорит, скажите, а вы можете мне убрать с груди слово «изя»? Нет. Да? Тогда знаете что? Добавьте слово «поц». Сара, ты куда? В магазин. Что в магазин? За покупками. Деньги взяла? Взяла. Смотри, не тратит. Эх, налево пойду, пьяный приду. Не, направо не пойду. Я ж налево не успею. Галя, а скажи, тебе нравится Амар Хаям? Та не, я лангустов люблю. Представляешь, подруга, я вчера перемерила все, во что может влезть моя жопа. Ну и что? Что-что? Туфли супер. Ну что, Гриш, здравствуйте, рассказывайте, как ваши дела? Да что, все хорошо, все прекрасно, все великолепно. А что? Да, смотрю я на вас, Гриша. Жениться вам пора. Валера считал себя богом секса. Но Ирина так и осталась атеисткой. Семен Маркович, что? Вы знаете, я пообщался с вашей женой. Я вам скажу, она таки дура. Ой, Фима, только не надо завидовать. Привет, Колян. Ты до сих пор вот это и не женился? Нет. Так а что ты не женишься? А на кое оно мне надо? Нет, подожди. Ну каждый мужчина рано или поздно должен жениться. В конце концов, счастье, это же не самое главное в жизни. Зяма сдает экзамены. Витащил билет в Древний Египет. Ну что можно сказать? Расскажу за фараона Рамзеса. Его учили с самого детства быть фараоном. И даже когда ему исполнилось уже 15 лет, ему подарили целый гарем женщин. А мне на 15-летней кофточку подарили. Привет, Сережка. Помнишь меня? Ира, пошла нахер. А помнишь? С высоты прожитых лет могу заметить, что секс и смех продлевают жизнь. Поэтому занимайтесь сексом. Поржать сможете и на пенсии. Звонит подружка, говорит. Алло, Машка, привет, как дела? Ой, Ксюха, плохо. Что случилось? Да, представляешь, у меня голова разболелась. Отказать некому. Как говорит моя соседка тетя Этя, молодой конь, он, конечно, борозду портит. Но борозде это нравится. Ты знаешь, Люська, я поняла. Меня светлое полнит. Тю, тоже мне проблема. Пей темное. Дорогой, чай будешь? Что ты начинаешь? Что, я по-твоему много ем, да? Слушай, чё-то ты фигово выглядишь. С бодуна? С детства. С детства. Ты знаешь, я считаю, что в отношениях самое главное – это общие интересы. Вот знаешь, за что я тебя люблю? Сразу секс или пожрём? О, вот за это. Знаешь, Люська, кто-то сегодня подумал. Сколько же я людей спас. Ого-го-го-го. Молодец всё-таки, что не пошёл учиться на врача. Галя, скажи, а ты хорошо готовишь? Ха, у меня чёрный пояс по кулинарии. Это как? Могу убить одной котлетой. Ну, вот на сегодня и всё. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Ну, как говорится, посмотрел сам. Дай посмотреть другому. Подписывайте своих родственников, знакомых. И обязательно напомните им, чтобы они нажимали на колокольчик. Тогда мы будем с ними видеться каждый день. Пока.